Несмотря на то, в каком состоянии находится Хэллоу Нест, в нём всё же остались обитатели, не представляющие угрозы главному герою. Старейшина, Провидица и даже вечно смеющаяся Эмилития. Но сегодня мы поговорим про персонажа, который не только по-доброму к нам относится, но и ещё помогает во время всего нашего путешествия. И это Квирл. На, минобис! Но для начала спидран рекламы моего телеграм-канала. Спама не будет, пущу в основном то, что закидываю в сообщество канала. Ссылка на экране и в описании. На первый взгляд может показаться, что Квирл это воин, как и остальные жуки. Но на деле он обычный путешественник, просто хорошо владеет гвоздём. Отличительных черт во внешности у него нет, кроме маски грезящей мономоны, которую он носит на своей голове. И это не просто так, ведь до заражения Квирл работал с ней. Можно ли назвать её мамой? Нет, скорее учителем, ну или по-прямому также наставницей. Вообще, я в Пинтерсе нашёл такой интересный комикс, и хоть это неофициально, но догадки фанатов весьма интересны. Когда королевство начала поглощать чума, а грезящие придумывали способы, как защититься в период вечного сна, мономона обезопасила себя иначе. Она отдаёт свою маску Квирл, тем самым делая её неувезвимой, а сам Квирл покидает Хэллоу Нест, полностью забыв своё прошлое. Что, кстати, довольно загадочно, но легко объяснимо. Жук, носящий новое лицо, в данном случае маску теряет свои прежние воспоминания, но если тот силён волей, то способен сохранить из своего прошлого хоть какие-то отрывки. На момент события игры, когда маленький призрак уже начинает покорять Хэллоу Нест, Квирл по зову мономона возвращается в королевство. Сначала он спасает Буна от нападения жуков, которые собирались его съесть, затем вступает в схватку с Хорнет, но та, заметив маску, тут же отступает. И только потом он попадает в Хэллоу Нест, и первая его встреча с главным героем происходит возле храма Чёрного Яйца. Он мне уже понравился. Сразу представился, показал себя добрым персонажем, и ура, даже не напал без повода. Он будет часто нам попадаться в различных локациях. С ним можно душевно пообщаться, посидеть на одной скамейке, наслаждаясь дождиком на улице, отдохнуть в горячих источниках, или даже получить подсказку. Например, в деревне Богомолах Квирл посоветует призраку улучшить свой гвоздь, ведь с таким хиленьким оружием в этом месте будет довольно проблематично находиться. Но главная его помощь в нашем путешествии – это уничтожение Мономоны-наставницы. Для начала он поможет нам в убийстве гигантской медузы Уму, которая появляется у нас на пути. В одиночку нам её никак не одолеть, как бы мы ни старались. Здесь и помогает Квирл, который пробивает защиту медузы, что позволяет нам наносить ей удары и победить её. А после этого мы попадаем прямиком к Мономоне, возле которой сидит Квирл. За весь пройденный им путь он вспомнил своё прошлое. Как работал с наставницей, что случилось с королевством, что произошло с самой грязищей и почему ему пришлось уйти из Хэллоу Неста. Квирл с помощью маски Мономоны снимает защиту, чтобы призрак мог попасть в разум грязищей и уничтожить её. Здесь и заканчивается предназначение Квирла. Да, на его плечи тоже пала нелёгкая ноша, но важно понимать, что сама Мономона настаивала на уничтожении печати, так что хотел бы этого Квирла или нет, ему всё равно бы пришлось бы это сделать и помочь призраку. Последний раз его можно встретить сидящего рядом с Голубым озером. Последнее место, где он поистине чувствует покой. Несмотря на то, как с ним повела себя судьба, он всё же ей благодарен. Он два раза посетил это прекрасное королевство, насладившись его красотой и секретами, но среди всего этого призрак останется для него главной загадкой. Как бы то ни было, здесь следует посидеть с Квирлом чуток подольше, чем в любых других местах. Ведь стоит нам уйти и вернуться сюда ещё раз, то всё, что мы увидим, это торчащие из земли гвоздь. Гвоздь. Вариантов, что с ним произошло, может быть несколько. Квирл уже воин не своих лет, и он мог как просто отойти, так и полностью завязать с битвами и исследовать другие земли, как обычный путешественник. Но даже дурочку понятно, что это далеко не так, и всё намного печальнее. Я бы хотел разделить ваш оптимизм, но смотря правде в глаза, стоит просто принять тот факт, что Квирл погиб. Что подтверждает название его гвоздя в файлах игры, который подписан как «Смертный гвоздь Квирла». Вот так. Сначала разработчики создают персонажа, к которому ты привыкаешь, и относишься как к родному, а потом он просто исчезает. Но, несмотря на всю грусть, стоит отметить, что он наконец обрёл свой покой именно в этом месте. Поэтому я предлагаю провести аутро-молчание, а вам в нём поучаствовать. Ради Квирла. Он это явно заслужил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова